итак ребята сегодня 18 число у нас 18 марта я еду дальше вот сегодня две ночи ночевал у подписчика анатолия пригласил меня немножко отдохнуть только спасибо большое тебе будешь смотреть тебе хорошего дня спасибо большое тебе за такой классный прием вот спаленка где ночевал вообще шикарно просто друзья здесь такой вид красивый у него мне очень понравилось вот здесь балкона сказать какой прям такие дома шикарные которые стоят где-то на на по полмиллиона евро примерно вот моя машина вот здесь внизу стоит сейчас поеду дальше сегодня еду в италии в милан друзья и все я трогаю друзья милан мне ехать 9 часов почти 527 километров по бесплатным дорогам по платным друзья 5 часов но это еще 50 евро поэтому три часа я готов отдать на то чтобы просто проехаться по бесплатно я понимаю что амортизации машины но ребят 50 евро сейчас для меня говорится большие деньги и на для вас тоже ребята по курсу 140 рублей за евро и вот и ночевал здесь себя ответе такая хорошая парковка бесплатная ни одни машины не видела украинский враг все на славянских стоят вот поэтому вот так вот как-то все это выглядит и мы едем время сейчас на и часы не перевел полдесят пол девятого время нормально и все ребята мы трогаем с маршрут меня вот такой сейчас вам покажу вот смотрите видеть ее там через венецию верону триест очень пересечении границы падая через этот бергама и до милана 9 часов очень ехать вот сейчас строимся и вот этот виду по бесплатным дорогам конечно право-лево право-лево туда сюда перекрестки пока вот видно выезжает вот еще из пригорода светофоры перекрестки горки право-лево постоянно очень конечно так не сильно кайфово но чё же делать вот так вот ребята дороги достаточно дорогие поэтому есть что видите если даже ехать отсюда по платный мне надо словени купить винетку за 15 а потом еще в италии докупать короче выйдет на даже 65 евро друзья вот так вот где-то поэтому не дешево как-то ребята такие вот штуки попадаются доктора всякие блин да конечно полная жесть за ним можно ехать сутки этого сирить вы поток машин идет вообще не обгонишь ничего вот такие вот нюансы по веслотным дорогам есть друзья но что делать вот так вот к сожалению ждешь пока проедется обгоняешь нужно быть более внимательным конечно здесь больше внимания на автобане встал и тапочку в пол там 120 130 поехал а тут к сожалению вот надо постоянно быть в таком тонусе что тут обогнать смотреть дороге кто как камазы дороге бывает узкие такие вот нюансы вот друзья по таким вот гордым дорогам фигачу конечно хорошо дороги хорошие друзья вот тут на вон цепи нарисована везде видно здесь снег идет сейчас уже тепло 3 градуса так же тепло влюбление было 10 градусов сейчас 3 показывает он ведь 3 даже погода пустилась по горам короче как я тут еду объездные дороги рядышком не далеко идет платная вот но я вот еду по бесплатному по таким узеньким машин вообще очень мало ну вот в горах получает серпантина одни здесь конечно такие узкие дороги переезды разъезды почему так ну вот тогда саша быстро едут хорошо что как машин нет никаких грузовиков иначе просят просто за ним просто плюхался так ведь пустая дорожка отличненько вот уже скоро будет граница с италией на последний раз заправлю еще газ в словении подешевле будет потому что в италии бензин и газ будет на эту бы дороже как греции тоже самое все ребята пошли тут город такие очень снег появился уже попал тоже на такую дорогу прям уже снег даже волнение какие-то хотя принципе думаю что сейчас он уже оставишься такое в лесу лежит но в общем то еду по таким прям гордым городом трасса вот удачу хорошо видно на легковушки ребят все-таки на ней не более она более маневренная хорошо идет на автодоме к таким дорогам есть страшно ребят на автодоме лучше по автобанам конечно так вот чем вот по таким серпантином на этом машине она конечно быстро едет мы там едем 60-80 я даже так по серпантинчиком здесь разгоняются очень быстро потому что она быстро тормозит машина маневренная хотя большая крастер но едет отлично вот видишь какие-то серпантинчики все в горах но вот сожалению вот хотелось немного сэкономить поэтому 50-60 евро не хочется просто платить за только дороги конечно быстро долетел вот так вот друзья вот чем подкачь и европа ведь хороша тем что конечно здесь если у тебя бабло есть то пожалуйста вставай на платную блин он как кошки бегают хулиганки вставай на платную фигачи и пожалуйста очень быстро доедешь но платить деньги за это вот у нас в россии такой возможности нету у нас все бесплатно но и дороги соответственно такие убитые бесплатные вот поэтому вот так вот сожалению здесь ведь вот я вот таким вот каким-то деревнями горный в общем сейчас еду фигачу ну вроде так достаточно быстро под музыку под стаса михайлов дружба еду балдею классно открылся песен мне тут песенка понравился послушать эти журавли летят в китай если будет возможность там послушайте классная песенка идет подсел у нее прямо вообще ребят подсел на русскую музыку очень мне очень нравится как с испании пока ехал подсел опять на русское и понял что наша русская музыка она просто классная он ведь какие-то ребята две такие вот фуры более и вот с ними надо разряжаться он тоже тормозит потому что мы быть нихера не умещаемся вместе ведь что творится блин тихонько придется ехать вот так вот потому что такие фуры это же не фура к это полу между фурой и грузовичком маленьким приходится так вот тормозить иначе мне просто можно не разъехаться дороги узкие ну вот а то бесплатные друзья и вот такие давнишки стоят здесь классные в горах вообще конечно классно для вот так вот здесь жить я думаю вообще офигенно ну тут одичаешь надо машина обязательно иметь куда-то выезжать иначе что-то одичаешь просто таких домах видите вот иногда попадаются такие вот грузовички грузовички их приходится обгонять ждать когда там будет день прерывистый а вроде тоже быстро едет достаточно но обогнать вот так здесь не просто потому что везде стоят здесь знаки везде повороты встречка может вылезти вот такие вот попадаются местечком еду интересным в горах где-то то вверх то вниз горы и горы в Словении вся из гор состоит красота конечно домики красивые такие в австрийском стиле видите какая красота там туман какая красота там супер вообще видоны такие тут просто класс надеюсь скоро уже Италию пересекли горные дорожки конечно виды здесь такие о он меня пускает папа нихера себе пускает он как разворачивается хорошо к тебе увидел ли а то сейчас это самое поехал ничего себе так машин то нету блин не видно ни хрена ничего такие повороты не люблю когда не видно ничего а я как он повернул резко и вот и подоги и виды красивые уху ху 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 вот везде нарисованы цепи видны здесь зимой снег лед горные дорожки и вот может подъезжаем границы по этим дорожкам едем конечно усталость небольшая есть но сил очень много но конечно по ним надо так я была эта лопро спросил по платке уже бы в италии было вот так вот собственно друзья город называется Гориция и в общем вот Италия уже начинает сейчас буквально знаки уже пошли немножко съехал с дороги с другой, но ничего страшного едем, едем, едем дальше так ребят, вот набрал еды на 6 евро смотрите что получилось вот две булочки каких-то недорогих вот чего с красными ценниками, видите цена 30% скидки вот он нам 75% стоил, уже 55% 65, 48, видите такие вот 30% колбаски какие-то стоили там 89, уже 62, видите где взял такая колбаска тоже там стоила евро 59, евро 11 вот такая вот цена у меня на 6 евро получилась ребят вот такие скидочки, а еще кофе одно ребят, так что вот можно вполне питаться достаточно экономично, вот в Лидле ребят, это Лидл, это я уже на границе с Италией в общем здесь стою, точнее уже границу переехал, уже в Италии по сути дела хотя не пойму еще, по-моему твоя, Избира в общем еще Словения язык но уже по-моему границу пересек и вот друзья, заезжая в Италию вот такой тут знак, видите никаких границ ничего нету больно заезжаешь и все себе вот Италия вот тут разные ограничения, оказывается я покупал продукты, ребята, еще в Словении вот так вот вот и все тут типа границы машин куча стоит и все, я в Италии, ребята я в Италии, супер-пупер едем дальше путешествовать заправил еще газа по 95 центов вот, в Италии нам сейчас будет подороже газ уже, чувствую он и так тогда дороже был и бензин дороже, и газ дороже был вот, еду дальше по бесплатным дорогам, друзья вот уже немножко другое все чуть-чуть ну Италия мне нравится, ребята хоть стороны были мошенников, меня тут обворовали два раза такая вот она, ну что же делать, вот так вот ну интересно, какие-то шмотки продаются что только нету тут ну шмотки я уже день буду потом из Франции, из Ниццы съезжу в Италию, там что-нибудь посмотрю себе пока в общем еду дальше дороги уже сразу похуже чуть-чуть, чем в Словении ну вот сейчас так вот так что все, ребята, я перечек границу и уже мне осталось еще во Францию заехать с Италии ну на пару дней, наверное, буду здесь в Италии и вот, ребят, мы уезжаем на платной дороге Италии смотрите, какие крутые я тут вначале объехал точнее съехал с нее с платной, думал, что это навигатор идет на платной а потом посмотрел подробнее оказывается, просто кусочек надо проехать по платной пока еще даже не заплатив, как я понимаю и потом сразу меня буквально через вот уже сколько-то там, ну буквально через километр вводит меня на бесплатную просто, видно, другой дороги нет уже я поеду уже по бесплатной, вот видите, какие дороги Италии, друзья вообще супер, конечно но они и дорогие где-то здесь вообще стоит где-то, может, около 10 евро 100 километров а, друзья, где идет от Сан-Рэм около моря вот это в горах, ребят, там вообще стоит 20 евро 100 километров представляете, какие там цены? я помню, ты ехал на автодоме пипец, ребята, в общем, без штанов останешься по этой платной дороге поэтому такая вот сразу, ребят, 130 можно разгоняться видите, тут сразу ограничения таких никаких нету 130, видно, 140 вообще можно спокойно ехать конечно, по ней тут буквально всю Италию пролетишь не знаю, за 3-4 часа по ним ну и заплачешь хорошо денег понятно вот я уже еду 127 вот уже 130 еду вот уже еду сейчас вот, у меня спидометр, видите как вот уже 140 вообще тут, конечно, ребят, вот по ним вообще сказка ехать просто с газкой ехать по этим платным дорогам видите, как быстро все супер машина вообще, конечно, идет как утюг такой едет она даже ничего не чувствует вот сейчас я, ребят, буквально съезжаю а, нет, через 11 километров надо съехать будет, ничего себе может, сейчас все-таки придется заплатить чуть-чуть что-то по-другому, блин, другой нету здесь хотя, ребята, навигатор я поставил бесплатный в дороге поэтому этот участок или должен быть бесплатный или как-то должен как-то спутить хотя, не знаю, ребят бывает, и попадал я в Греции что бесплатный вроде ставишь, а он все поплатный бывает так, попадал ну, ладно, как оно будет, так оно будет такие дорожки и вот, друзья, я съехал оказывается, этот кусочек 11 километров оказался бесплатный а там сразу написано, платная дорога пошла и меня вот навигатор сразу с нее свел вот видите, какие-то ограничения зеленая такая платная дорога конечно, ребята, ехал сейчас 150 дороги просто замечательные в Италии вообще, конечно, супер а сейчас я поеду по круговым движениям по ходу делал вот по этим синим в общем, короче, они круговые будут выглядять ну, что же делать, время есть мне осталось до Милана, ребят, 6 часов 43 минуты 418 километров показывает навигатор ну, в общем, одним словом, конечно не так сильно быстро через 500 метров на перекрестке с круговым движением к сожалению, вот так вот видите, какие бесплатные дороги сейчас посмотрите немножко покажу вот ограничение 50 уже здесь так что придется ехать как-то так вот у меня русские номера, конечно я не сильно буду, наверное, соблюдать знаки здесь потому что, я думаю, ребята, штрафы мне придут если меня, конечно, не поймают полицейские итальянские вот видите, здесь у них, вот я помню эти дороги одни круговые движения вообще вот идут одни круговики ну, что делать, ребят полтинник евро мне платить не хочется поэтому придется как-то крутиться, вертеться ну, на лиховой машине, конечно, ребят гораздо проще все, чем на автодоме вот такие круговики объезжать видите, сейчас навигатор постоянно будет бла-блакать съезжайте, заезжайте, съезжайте, заезжайте вот и кем и все, поэтому мы поедем сейчас дальше и вот, друзья, посмотрел, ребята бензин гизи стоит 2,14 представляет, два с лишним евро вот газ не видел, сколько еще стоит но, наверное, тоже дороже в общем, ценники здесь гораздо выше Италия еще дороже стала она и была дорогая как в Швейцарии тоже как этот Португалия вот, сейчас еще дороже стало все говорится, страны, которые были дорогие стали еще дороже получается в общем, такая вот тема в общем сейчас посмотрим, что газ, ребят, здесь будет стоить ребят, тут, конечно, попал дорога хорошая но, видите, вот фуршки, видно, тоже бесплатные едут никто не хочет платить вот, поэтому придется сейчас вот за таким вот ехать и фига будешь машина постоянно а вот тут можно было ну, ладно уже опоздал, снимаю вот, в общем, вот такая вот тема пошла сейчас здесь видите, сейчас придется ехать вот так вот вот Лидл появился уже итальянский надо будет тоже у него заскочить посмотреть итальянский вкусняшки, друзья вот, так что, ребят кто будет путешествовать, ребят запомните, в Лидле есть там отдельчик такой в холодильнике там лежит, прям, увидите там немножко даже обозначено будет понятно, что это со скидкой вот, прям заходите, смотрите, там вещи на 30% дешевле то есть вещи продукты на 30% дешевле их вполне тоже можно есть они нормальные просто они там, может, завтра срок годности выйдет ну, по крайней мере, они с хорошей скидкой и, в принципе, можно так нормально питаться вот, так что я вот давно уже так питаюсь когда путешествовать, вы видели мое видео и вполне нормально, видите, живой так что все окей и вот заехали в какой-то город в общем, через города прям еду, друзья, напрямую вот, сейчас вам немножко покажу Италию прибрежные городочки мы едем сейчас в Венецию дорога идет ну, вот, к сожалению, конечно, придется ехать таким вот 20-30 километров Италия уже немножко отличается да, уже отличается чуть-чуть от Словении вообще немножко другая уже Европа тоже какие-то старые зданица в общем, так вот примерно все есть старые машинки, но есть и новые хорошие знак везде вот сейчас 50 и там за городом 50 бывает ну, что-то я гляжу, едут все и 90 нормально поэтому так таких прибрежных городочков у меня, думаю, будет очень много сегодня вот у меня уже пишет, ребята, навигатор у меня осталось 6 часов 21 минуту 397 километров в общем, потихонечку я двигаюсь так дальше в принципе, посмотрите, если сейчас что-то если я выехал в полдевятого сейчас время получается у нас без 20-ти 12 вот, в принципе, 6 часов 20 минут ну, да, как раз я в 6 часов вечера в принципе, может быть, даже уже буду если, конечно, ничего там не изменится никаких пробок не будет уже, может, буду даже в Милане вот еще хочу заехать в Падаю но я, ребята, помню, что Падаю очень дорогой город и там, что-то, помню, парковка стоила чуть не 5 евро сейчас прямо в центре города мы останавливались вот, поэтому сейчас посмотрю, конечно, сколько там вообще чего оно будет вот, сейчас заеду, потому что Падаю очень красивый город, ребята если кто-то будет, загляните я там очень понравился, очень красивый не знаю, сейчас получится заехать в него хотя бы на полчасика не получится я сейчас гляну и вот, друзья, минусы езды видите, вот пробочку попал в какой-то городочек маленький заехал тут все стоит странные какие-то я пропускаю он не хочет ну, ладно вот тут такое пицца связио и вот такие вот всякие фигни мешают видите, вот строительные работы все тут перекрыли вот я даже проехать не успел проеду за ними чуть-чуть на желтой вроде успел вот такая вот тема, друзья, здесь популярная, блин все делается и навигатор меня ведет прямо по центру города где-нибудь, может, въездной бы, конечно, провелся ну, видите, прямо по центру меня ведет а я строго по навигатору веду сейчас даже его немножко включил а то у меня всего лишь 4 гига только по роумингу, получается по шенгену я же симку брал уже славянскую потому что хорватская ни хера не работала у меня опять на йо одним словом вот, а славянскую мне точно там пять раз переспросил в салоне уже брал они в киоске то, что, говорит, 4 гига все, говорит, у роуминга работает ну и правда, все работает, ребята все работает так что 4 гига, надеюсь, у меня на Франции хватит а во Франции придется какой-то с ром номер брать местный, наверное быстрее всего и вот еду по городу посмотрите немножко, я даже не знаю, что за город называется в общем, ведет меня по каким-то городам хрен знает каким еду тут проскочился с меня, но, правда, меня навигатор быстренько обвел так, никого нету в принципе, дороги нормальные, ребята так, я что-то заранее сказал, что плохие там, мне показалось нет, дороги более-менее особенно за городом такие ровные, новые, свежие даже, пусть это бесплатные дороги срок более контроля, полиция срок нормально все вот так же, смотрите, ребята вот такие вот сейчас, кстати, друзья вот я сейчас даже кофту снял уже получается 13 градусов 14 было даже в общем, ведет прям очень-очень тепло я прям сегодня уже еду в спортивных штанах а тут не в зимних уже после Болгарии в зимних ехал чернохорье уже надел просто обычные штаны спортивные как в Турции в общем, когда 17 градусов было здесь хотя бы уже хоть лето чуть-чуть начинается что-то, правда, я уже, конечно устал от зимней одежды вот в каких-то загородные виллы стоят старенькие какие-то в общем, ведем сейчас вот где-то за городом скоро, друзья, будет Венеция но Венецию о, флаг Италии Венецию мы съезжать не будем нафиг она не нужна я в ней уже был слишком попсовое туристическое место слишком-слишком вот, ребята, впереди едет Украина видно, эмигрируют, видите, с вещами наверху багажник специально видно куда-то едут жить украинские номера эти хорошие машины, ребята, едут так что нормально все и вот, видите, вот опять мы едем на платную может быть, просто мы город сейчас объезжаем в Венецию она будет как бесплатная хотя идет как платная видите, зеленая вот, интересно, конечно моменты разные здесь я думаю, город просто объезжаем в Венецию поэтому она сейчас будет просто здесь бесплатная хорошо продумано видите, ребята, хорошо навигатор прям шарит видно, где нет этих оплатных пунктов как тоже Ихи меня помните тогда был значит, что и ты можешь спокойно объехать по платной дороге город бесплатно и вот я все-таки решил в один город заехал в Падаю который вот дорогой вот сейчас получится если, ребята, сейчас хотя бы посмотрю вот так если получится найти парковочку более-менее недорогую тогда даже заеду если, конечно, парковка будет сейчас стоить там 2-3-4 евро час то, наверное, не буду я в него заезжать что-то слишком дорого все будет вот такой въезд ехал по бесплатным дорогам конечно, сложно по ним заезжать в города через деревеньки идут там дороги узкие конечно снижайте с перекрестка с круговым движением так, сейчас, ребят, немножко я отключу звук эту громко очень так, мне пока прямо ну давай, ну, видишь, тут тоже передо мной едет хорватский парень хорватский на хорватском номерах в виде BMW M5 тоже дорогу нифига не знает куда ехать я уже увидел я так ориентирую достаточно быстро все, ребят, видите, Макдональдс здесь все есть все центры тут есть все сейчас уже из России все уходит Макдональдс уже ушел все закрывается какие-то иностранные компании здесь все работает и вот, ребят, сейчас парковку сразу не нашел заехал уже, походу, в центр заехал вот, ребят, просто поснимаю прям на машине в машине вот такой вот центр видите, тут я прям уже, походу прям чуть не погуляли по районным улицам еду please вот тут велосипедисты я так помню, мы гуляли здесь какие итальянки ходят так, ну что, они здесь тоже на машинах так себе, может, даже сейчас просто прогуляю прокачусь так вот и поеду дальше я что-то помню, что здесь запарковка хотя, может быть, мы отдали 5 евро за 2 часа я помню, что-то просто дорого мы отдали здесь сейчас посмотрим, как оно тут может, и просто синий здесь все занят я просто не буду здесь заморачиваться, а то они непонятно куда-то что платить проще встать на платную такую вот там именно в подземную я помню, здесь там в самом центре была подземная хотя, вот мы уже, ребят, в центре в общем-то тут сейчас уже вот все видно Италия такая красивая в принципе туда-то ехать-то и нет смысла может быть даже вот там тоже такой ага, мелкие улицы друзья, вот такой центр здесь вот он здесь, как я понял в принципе, я даже останавливаться не буду но сегодня тут за парковку ПЛИС за парковку полотеть они там где-то в дворах ездят в принципе, тут более-то вот и все вот такие красоты от друзья ну да, вот сейчас так немножко прокатиться и в принципе можно ехать что-то опять, ребят, у меня колодки скрипят не пойму даже, блин то ли передние может что-нибудь потому что по горам ездят, хотя передние вообще новые и вот сейчас мы, наверное, выезжаем уже по сути дела надо успеть навигатор поставить чтобы выехать отсюда так, так, так тут, блин, ни на секунду не станешь сдать, уже машины стоят так, Милан сейчас быстренько Милан ставим, друзья хорошо, что у меня этот интернет работает а, блин, как раз не работает надо его сделать сейчас сделаем интернет вот вот еще центр так, что, друзья, мы сейчас все с вами на машине посмотрим видите, как чем от автодома отличается только я тут не помню, правда как ехать а, вот сюда надо, блин, ехать-то нам наверное, вот сюда а тут по трамвайным путем хотя хрен его знает даже не пойму вот такая красота здесь, мальчика что только тут нету а вон полиция стоит карбонеры наверное, нам все съездить можно машины вроде едут ну, если что, я думаю, здесь другая полиция здесь просто можно извиниться сказать, извините, ну туда заехал и все здесь в этом плане попроще хотя в парковке-то есть что-то уже не хочу никуда мне надо ехать, конечно, быстрее в Милан вот, ребята такая здесь и красота сейчас мы вокруг прокатимся разочек да и в принципе и все, наверное, на этом так, где мне тут Миланто ищет пока ищет так ну давай ищи Миланто что-то никак так тут прям чудеса нигде не встанешь вот какие, ребята, вот эти всякие храмы католические красивые так, я специально кончики не открываю потому что так, Милан давай, Милан, ну давай ищи а вот, все нашел так, маршрут поиск маршрута я по бесплатным дорогам поэтому что-то он долго ищет вот, друзья, мы сейчас, считай, его объезжаем прямо вокруг вот нам 246 километров 4 часа парковки, он написан здесь а, Милан, я в центре города поставил Милан сложно пишет парковками Миланис вот, друзья, такая красота здесь смотрите, как весит красота что-то я даже, ребята, не скажу, что я хочу гулять тем более, чтобы погулять надо тут еще минимум здесь будет полтора-два евро час я думаю, минимум поэтому даже что-то я и спокоен вообще ко всем этим темным-то гуляльным опа так, так, так в попку уедешь кому-нибудь так, все, ребят, вот мне поставил вот мне, ребят, сейчас испадаю, смотрите, мне ехать 24 часа, 25 минут 246 километров наверное, если поставить платные дороги то, конечно, это будет часа два в два раза меньше почти но, ребят, вот даже не буду здесь экспериментировать в центре города здесь и где пооказаться нельзя поэтому, друзья 4 часа, в принципе, время уже получается пол третьего ну, вот пол третьего считаю, если два вот, сейчас будет пол седьмого плюс-минус я буду видите, какая здесь пробочка вот такая итальянская красота, ребят все старенькое такое они, кстати, какие-то шугуны здесь, друзья в масках ходят в машине в маске есть, гляжу, там какие-то пенсионеры вот, прямо в масках здесь на улице думаю, ёпрст, напугали что ли их так здесь или такие законопослушные вроде маски на улицах отменили все равно ходят видите, как здесь интересно и вот, они светофоры, друзья поэтому камеру не включаю а то на красном будем стоять и вот, выезжаем мы из города вот здесь опять пробочка такая стоит показывает, видите, светофоры один на каждом углу все встает сразу же тут, кстати, ребят, очень длинные светофоры что Франция, что Италия очень длинные поэтому здесь, конечно, выгоднее не как у меня машина иметь которая трещит постоянно а когда она отключается вы нажимаете тормоз она раз, отключилась или сцепление выезжали вот так вот такие машины иметь надо здесь, конечно удобно очень для Европы именно потому что на таких вот она у меня работает постоянно хотя она на газу но все равно здесь, видите, светофоры очень долго сейчас он будет гореть поэтому тут свои, конечно, нюансы есть видите, все на велосипедах катаются погодка, друзья, у нас 14 градусов очень даже тепло вот в общем, я еду, ребят, прям даже вспотел уже весь хотя оделся сегодня легко очень майки еду ох, новый хундайчик тусанчик, видно тусанчик новенький и хотел кредит тоже новый тусанчик взять кстати, друзья, вот что хорошо, ребят что я не взял никаких кредитов вообще какая жопа была бы это пипец, блин я бы сейчас здесь не выживал нифига мне надо было еще кредит выплачивать за машину это было пипец вот, хорошо, что у меня машина без кредита, без всего крайсер мой я его за наличку взял, ребят как хорошо, что все-таки у меня интуиция сработала не стал я не влезать ни в какие там кредиты ничего свежее не брать потому что, видите, как мир меняется, ребят непонятно, что будет так мне сейчас пришлось суетиться где-то деньги разыскать, потому что кредит тысяч двадцать по-любому был бы минимум рублей вот, а может сейчас следить там с курсом евро, доллара сейчас бы он или какой-нибудь там подскочил или еще что-нибудь они бы сделали там придумали я так вроде раз все уже рассчитался машина моя никому ничего не должен и все о, надо вот спарчик зайти, друзья в спарчик сейчас в спарчик мы зайдем давайте, конечно, парковочку найдем вообще здесь быстрее всего мы ее здесь не найдем поэтому, наверное, потом зайдем где-нибудь в спарчика а, вон парковка есть, ребят но я не хочу крутиться в общем поеду, наверное, быстрее всего потом в паузы спал зайду так может сейчас где-нибудь увидим выезжая и спадаю вот, ребят выезжаем мы из города не стал именно гулять не хочу и время тратить и на парковку деньги тратить сейчас пока не время но чуть-чуть посмотрел и вам показал, друзья, вот то, что есть здесь а такой дорогой достаточно городочек сейчас просто не время и время когда уж сейчас немножко освоить чуть-чуть денежка будет может быть, обязательно съездим погулять ну, не знаю, сюда, не сюда в Италии много городов быстрее всего я где-нибудь если останусь и пожить у меня что-то, ребята, нажмусь такая возникла пожить месяцочек в Ницце потом, может быть, если сразу не поеду я по сезонам хотя не сезон лучше ехать в Исландию там, конечно, холодновато но паром дешевле вот и тогда, может быть, даже еще можно в Милан съездить комнатку найти и в Милане пожить месяцочек даже так вот тогда уже я буду так немножко знать Италию более-менее ну, какие-то все маленькие машинки блин, столько велосипедов, друзья вообще, конечно, классно так, вот опять пробочка видите, как вот, ребята, я в Милане тут, конечно, такие дороги развязки шесть полос я тут только успеваю навигатор смотреть, ребята чтобы вообще не пролететь вот тут сейчас хостел еду свой сегодня встречаемся с Юлией вот вообще, конечно, ребята тут прямо такое движение я, конечно, подустал все-нибудь 500 уже проехал почти, вот 14 км осталось конечно, здесь такой вообще прям гордо здоровый мегаполис, блин что такого у него нету здесь прям надо внимательно, конечно, ехать неужели такое очень мощное я по бесплатным дорогам ехал сегодня начинает 9 часов итак, друзья приехал я в Милан к Юношке Юра, привези здрасте всем кто меня еще? еще два раза кто меня еще? кто меня еще? сасиска 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 Юля такую штучку доказала прикольную, да? сасиска у меня самый чипс съел целую кучу чипсы да такая штучка видите, такой барчик хороший это шумные очень шумные здесь вообще прям это еще не очень шумные не очень шумные не очень шумные, да? Юля, скажи, Слава как здесь жизнь-то? как она здесь жизнь-то? Миланя? я же что? я из Москвы только недавно из Москвы недавно? я же работала, да ааа все-все-все работала, прилетела